Вот спасатели надевают специальную экипировку. Она хорошо держит температуру и не промокает. Все-таки лежать на льду, изображая пострадавшего, то еще удовольствие. В это время местные рыбаки спешно сматывают удочки и покидают место учений. Первая история спасения при помощи подручных средств. Вырезать шест или сделать трап может каждый. Так и вытаскиваем. Так же шест палка. А это надувной трап. Уже из спецсредств спасателей. С его помощью можно вытащить человека даже через полынью. Чем он удобен, когда он держится на воде чуть-чуть. А вот этот метод спасатели позаимствовали у оленеводов. Это не просто веревка. К ней привязан маленький бой, чтобы не утонуло. Веревку нужно закинуть как можно ближе к тонущему человеку. Вот, оценка 5. Человек спасен. Человек цепляется за него. Мы уже вытаскиваем. Иногда конец Александрова, так называют веревку, применить невозможно из-за расстояния до человека. Тогда на помощь приходят служебные собаки. По словам спасателей, чаще всего так приходится вытаскивать рыбаков. Они большие любители забраться подальше, на тонкий лед. Впрочем, на больших расстояниях может помочь не только собака. В арсенале спасателей есть и вот такой линемет. Универсальное устройство. Можно и человека вытащить, и переправу наладить, и веревку протянуть. Принцип какой? Здесь находится туба, в которой порядка 100 метров веревки. При помощи сжатого воздуха в баллоне эта туба выстреливается, и веревка, соответственно, вытягивается. Еще один вариант спасения при помощи судна на воздушной подушке, но это редкость. Нужны либо чистая вода, либо гладкий лед. Торосы или шуга такому кораблю противопоказаны. Впрочем, спасатели рекомендуют. Если не знаете льда, на него нужно выходить с длинным шестом. Идете в группе, соблюдайте дистанцию. Ну а если уже провалились, не ломайте кромку. Выбирайтесь на лед винтовыми движениями. По идее, пока мы подъедем, даже до речки, даже с нашими пробками, даже с мигалками, это пройдет минут 15 от нашего отряда, ну от любого. То есть 15 человек в холодной воде, человек не всякий сможет. Под занавес учений спасатели огнеборцы похвалились новой пожарной машиной. Она оснащена всем необходимым и для тушения, и для спасения. На авто появилась даже лебедка, вытаскивает застрявшая машина. Впрочем, тут сотрудники МЧС печально вздохнули. Мол, лучше вызов ложный, чем сложный. Борис Папов, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Сыктывкар. Борис Папов, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Сыктывкар.